Скотч расплавился. Фу, какая гадость. Привет! Сегодня будем вскрывать посылку, две посылки с сайта iHerb. И я буквально одно видео назад сказала, что я не снимаю отдельное видео про iHerb. Нафиг мне это надо? Я вообще это везде вам во влоге буду вставлять. Ну и в этот раз я накопила очень много бонусов, когда зашла на сайт, увидела. У меня была такая достаточно приличная сумма. Я честно не знаю, как это копится. Какие-то переходы, какие-то кэшбэки. И в общем там накопилась у меня большая сумма. И я подумала, о, грубо говоря, халява, наберу всего. То есть у меня реально тут огромный заказ. И вот, например, одна коробка, таких две. Вторую я переложила в пакет. И я частично что-то открыла, потому что когда я принесла это домой, я, естественно, Герман захотела там посмотреть. И тут реально все. Вот вообще, я не знаю, тут и еда, и игрушки, и чего тут только нет. Так что давайте начнем вместе открывать, пробовать. Начнем мы с чего? Что у нас здесь? Вот такой огромный агрегат. Это какой-то музыкальная, так понимаю, игрушка. Кстати, даже это я заказывала с iHerb от фирмы Манечкин. Хочу вам сразу сказать, что очень много где продается эта фирма. У нас куча всего было для ванны, игрушек, какие-то фломастеры тоже для ванны. И я вам так скажу честно, вот от души, что заказывая с iHerb это стоит дешевле. Вот прям вот сколько я не сравнивала, даже я купила, по-моему, на iHerb они в магазине зеркало в машину и чехлы на сиденье в машину тоже. Вот если они в Москве там тысяча с чем-то стоят, по-моему, или 700 рублей, не буду врать. Там, короче, разница глобальная. Тут, давайте, если там 600, то тут 300 или 400. Если там 1200, то у нас 700. Ну, что-то такое примерно, то есть глобально. Дальше открываем. Это всеми известная манго, которая хвалит. Я не пробовала. Пробуем вместе. Почему бы не поесть на ночь? Тем более манго. Сладенько, вкусненько. Целые такие кусочки. С лайдером порезанного манго. Очень вкусно, сладкий. Одобряю. Так, дальше у нас будет вот такой шприц. Сразу говорю, покупки очень странные. Я так понимаю, шприц для лекарств. Пусть будет. Вот, прикольная тема тоже. Никогда не видела ее на iHerb. Я ленивец со вторым ребенком. Включать ночник. Мне правда лень. И вот тут нарисовано, вот смотрите, как для ребеночка, я не знаю, написано для кормления. Почему тут мужчина нарисован? Нет, короче, это не для кормления. Я решила, что для кормления. А в принципе, это ночной свет. Или может как к игрушкам использовать. Включайте вот на себе, как клипс вешаете и кормите. Либо вот папа играет. Мне кажется, и для ленивых положила рядышком. С тумбочкой надо взял. Дальше. Вот опять-таки рассказываю о выгоде покупок на iHerb. Я обожаю вот это варенье. Оно продается у нас в Азбуке Вкуса, по-моему, в магазине в Москве. И стоит в зависимости от того, что это за вкус. Извиняюсь, что я при вас скрываю. Я его просто обожаю. У него шикарный состав. Без сахара, все натуральное. Если в Москве он продается в Азбуке Вкуса, допустим, он стоит 250-350 рублей за такую баночку. В зависимости от того, что это за вкус, что за ягода. Естественно, допустим, гранат стоит 350, а какая-нибудь, не знаю, там клубника 250. То на iHerb это стоит примерно на 50-70 рублей дешевле за баночку. Хотя она такая вот маленькая. И так как у меня бонусы, то я взяла 2, по-моему, 2 баночки. 2 баночки, по-моему. Вот присмотритесь. Я оставлю, естественно, все ссылки внизу. Здесь гранат с чем-то, не буду скрывать. Гранат с малиной. А здесь у меня Blackberry Cherry. Так что это очень вкусно. И, девочки, это полезно. И, типа, меньше сахара. Я сказала, вам буду все пробовать, ничего не пробую. Я заказала свечку. Какую-то натуральную свечку. Представляете? Даже такое я там нашла. Соевая свечка. Соя. Пахнет. Даже вот закрытой банкой пахнет. Это запах свежей травы. Свежескошенной травы. Я вот читала в отзывах. Я согласна. Написано, что это на 35 часов горения. Очень концентрированный аромат. Прям очень, девочки. Так что попробую, потом расскажу. Ну, короче, вот такая увесистая свечка. А теперь будем есть. Мы уже что-то, естественно, вскрыли с Германом, как я ранее сказала. Это вот такие снеки. Со вкусом манго я взяла. Бэби мам-мам. Ну, так. В общем, здесь такие печеньки. Две штучки. Весит, мне кажется, один грамм. Здесь внутри две штучки. Ты когда берешь, пробуешь ее. А что ей? Я же обещала открывать. Что я вам бру? Вот я ее вскрыла. Вот такая вот печенька, которая вообще невесомая. Ты ее кусаешь, и прям сразу чувствуешь вкус манго. А потом пропадает. И вообще безвкусная становится. Манго и пропало вообще. Не знаю, у меня Герман сказал фукака. Так что это бестселлер, по-моему, Ахерп тоже. Но за три года я ни разу не заказала. Это чипсы кокосовые. Это очень вкусно. Прям офигенно. Здесь огромные чипсинки. И знаете, как я вам скажу по сравнению? Мне всегда интересно. Вот показываешь такую пачечку. Если манго, например, я могу съесть за раз. Небольшая пачка. 85 грамм. То здесь написано, что это 200 грамм. Я вам могу сказать, что вы не съедите это за раз. То есть, если вас интересует, большой ли здесь объем. Они очень круто выглядят. Они очень вкусные. И я прям хомячу второй день. Я заказала две пачки. Вторая вот все закрытая. Дальше. Это мы тоже с Германом вскрыли. Это вишня в шоколаде. Вишня в шоколаде. Очень вкусная. Я тоже помню, что она вкусная. Такие вот большие ягодки. Смело. Я послушала Аню Гэп. Я нами рассказала про такие пакеты для хранения овощей. Фруктов, овощей. Пакеты для хранения. Заказала две пачки. Посмотрим. Вот такие три кисточки я решила обновить. Триел Техник. У меня много этой фирмы. Тоже Сайхер заказывала раньше. Меня не устраивает абсолютно. И сейчас я решила вот такую красивую прям пачку заказать. Здесь три очень-очень крутые кисточки. Давайте опять-таки при вас вскрою и посмотрю, что там, как они. Вот, вот, вот. Мягенькая. Очень-очень мягенькая. Это, они же синтетические, но она мягкая. Ну, что это такое? Смотрите. Скотч расплавился. Фу, какая гадость. Фу, посмотрите, что это за жесть. Видите, скотч расплавился. Бе. Я взяла себе салфетки от фирмы Эльф. Первый раз вообще заказала от этой фирмы хоть что-то. Для снятия макияжа. Дальше я заказала от своей любимой фирмы перечек, перечек, мельницу. Да, мельница. Попробуем. Кстати, сейчас такая функция появилась в своей фирме. Я могу делиться своей корзиной, что я купила. То есть я вам внизу оставлю ссылку, и вы зайдете, и там сразу будет. Не надо по миллионам ссылок заходить, а просто заходите и смотрите, что было в моей корзине. Мне кажется, очень удобно. Игрушки, я сказала, что будут. Это для Робика от фирмы, опять-таки, Манечкин. Здесь вот зеркало. Тут, по-моему, животные какие-то. Скоро нам будет это очень актуально. И хоть они на английском, здесь цифры вот где-то есть, какие-то звуки, картинки. Why not? Так что вот такая штуковина. Пакетики для Николь. Когда гуляю, собирать все ее добро после пакетики. Вот тут. Вот такие пакетики одноразовые. Сказала чай. Вы его тоже уже, мне говорит, в прошлом видео видели. Очень вкусные, мне не понравились. Они безумно насыщенные. И прям супер. Здесь идет пакетик. В нем каждого вкуса по три штучки, по-моему. И прям вот хвалю. Осталось еще чуть-чуть, ребят. А, это, кстати, еще одно варенье. Оказывается, я несколько заказывала. Да, это еще одно варенье. Я заказала масло для кутикулы от фирмы Jason. Вот. Надо попробовать. Что же при вас? Пахнет не очень вкусно. Не знаю, чем. Ну, масло как масло. Но не очень приятно пахнет. Мне не нравится. Вот. Так что, вот такой небольшой разгром у меня получился. Вот, смотрите. Я сижу вся в этих покупках. Я думала, что я тут буду жевать, жевать, жевать. А жевать особо нечего, оказалось. Но, честно сказать, я довольна заказом. Большим, спонтанным, огромным. Интересно вам будет еще что-то песни Малайхер, после я буду заказывать такими масштабами. Или все-таки во влог. Пишите мне внизу. Спасибо за просмотр. Я, пока вы не видели, съела еще манго. Дожевываю. Так что, всем спасибо за просмотр. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok